Ну здрасте, здрасте, снова пятый выпуск программы Птичьи Новости. Всем привет, это Сергей Гелгазин и Женя Глюк. Очень приятно, здравствуйте. И мы продолжаем обозревать блоги фонтанковские. Всегда жителям фонтанки есть о чём сказать, о чём сообщить. И, собственно, первая фраза, которую мы вам скажем... Это то, что в течение нашего эфира в офисе ВК... ВКонтакте! Ты тоже сидишь в ВКонтакте, Варона? Я летаю ВКонтакте, я всё время ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте! Достаточно. В офисе ВКонтакте проходят обыски. Уже прошёл. И, собственно, искали Мерседес, потому что такая есть машина, белая Мерседес, знаешь? Да, которая перед этим была замечена в инциденте с инспектором ГАИ. И вот, видимо, они считают, что Павел Дуров может быть к этому причастен. И мы с Женей решили, с блогерами фонтанки, что, возможно, они ищут этот Мерседес. И мы решили, что Мерседес на шестом этаже офиса, конечно, искать тяжело, с одной стороны, а с другой стороны, но ему как-то там сложно потеряться. Вторая новость – это героизм водительницы троллейбуса, матери двоих детей, которая остановила троллейбус по должностной инструкции, когда под колёсами этого средства передвижения оказалось больше, чем 15 сантиметров воды. Её за это уволили. Ещё и как-то обозвали. Ну, в общем, сказали всё, что они думают, а мы считаем, что сделано это неправильно, что её надо в должности восстановить, мало того, выдать ей новый троллейбус. Лучший троллейбус, который есть вообще в городе. И маршрут ей нужно выдать с лужами, чтобы она и в дальнейшем лужи детектировала. Чтобы она могла действительно... Потому что она же вышла из троллейбуса, она измерила эту лужу. И надо ещё, чтобы в этом троллейбусе были специальные места для её детей. Да, потому что это очень важный момент в этой новости, что она мать двоих детей. В общем, следующая новость, которую мы хотим обсудить, это новость кинематографическая. Дело в том, что Том Круз, он теперь примет участие в съёмках фильма. Он будет играть пилота-истребителя в фантастическом фильме по японскому роману. Ворона, ты была когда-то в Японии? И тениго сокорока. И ты, наверное, знаешь, что такое хопку. Ну, это, знаешь, такие стихи, такие трёхстишие ворона. Может, ты нам сочинишь что-нибудь быстренькое? Смело летит ворона, белые крылья, блондинка! И надо заметить, что я Тома Круза не люблю. А я люблю. Это был красивый переход к следующей новости нашей сегодняшней программы. Но мы не рассказали, про что кино. Это не важно. Не важно. То есть, это актида, пришельцы. Главное, что там будет Том Круз. Даже если он будет сидеть в истребителе, и никто его не увидит, а просто будет титр, что Том Круз находится в этом истребителе, этого уже будет достаточно. Согласна. И Тому Крузу можно заплатить за это поменьше. Вот именно. А как бы получить средства побольше. Да. Да, да, да. А теперь поговорим серьёзно. Дело в том, что дворцовый мост, который мы нежно любим, он не просто ремонтируется, он теперь совсем закрылся. Просто полностью. Да. На целый месяц. Какие ты можешь предложить действия? Блогеры Фонтанхия предлагают навести понтонную переправу. Понтонную переправу! Это когда, так сказать, такие плоты на таких больших штуках? Плоты на стил, да, и вот мы будем все и так вот съезжать, и... Ну, в общем, танки должны... Ну, просто я хотел сказать, что только танки могут съезжать под таким углом. Это были новости, которые мы решили обсудить вместе с блогерами Фонтанхи.ру и Фонтанхи.фм. Пока! Пока!